Ржавчина Возбудитель ржавчины рост зимует как в поврежденных побегах в виде мицелия, так и на растительных остатках. Борьба с этим заболеванием в принципе совпадает с борьбой с комплексом листовых пятнистостей и мучнистой росы. В первую очередь важна агротехника. Необходимо в течение вегетации собирать и уничтожать все опавшие листья, потому что они являются серьезным источником инфекции. Растение на зимовку должно уходить без листьев. И все опавшие листья необходимо собрать и уничтожить. Весной необходимо своевременно убирать укрытия вокруг рос. Также необходимо производить своевременную санитарную формирующую обрезку, потому что возбудитель ржавчины и многих других инфекций зимует в том числе и в зараженных побегах. Во время вегетации производят обработки различными фунгицидами. Традиционно производят многократные обработки медседержащими фунгицидами. Это например такие препараты как обигопик, хомбард, доска жидкость, медный купорос. Ими начинают обработку растений весной для предотвращения первичного заражения. Также препаратом обигопик можно производить обработку и летом для сдерживания вторичной инфекции на растениях. Альтернативой медседержащим препаратам являются биопрепараты на основе сенной палочки. Это такие препараты как бактофит, бактоген, фитоспорин, аллерин, гомаир и другие препараты. Обращаю ваше внимание, что не ориентируйтесь на название конкретного препарата, потому что среди биопрепаратов происходит постоянная и быстрая ротация. Старые препараты постоянно исчезают, на их место приходят препараты с новыми названиями. Поэтому ориентируйтесь просто на класс препаратов на основе сенной палочки. Биопрепаратам необходимо производить многократные обработки с коротким интервалом. Эти обработки начинают весной при отрастании листьев, производят несколько обработок с интервалом 7 дней, причем опрыскивают как поверхность растения, так и проливают почву под ним. Также обработку растения продолжают и летом в течение вегетации, производят также несколько обработок с интервалом 7 дней. Биопрепараты на основе сенной палочки эффективны и сами по себе, но если их использовать с препаратом циркон, либо другим индуктором болезньоустойчивости растений, то они будут более эффективны. Препарат циркон полностью совместим со всеми биопрепаратами на основе сенной палочки, и с фитоспорином, и с гомаиром, и с аллерином, и с бактогеном, и бактофитом, и другими препаратами. Поэтому используйте их совместно с препаратом циркон. Такие обработки позволяют эффективно сдерживать развитие на растении многих инфекций, но ржавчина является чуть более сложно контролируемой инфекцией, и таких обработок иногда бывает недостаточно. Поэтому летом при обнаружении первых симптомов ржавчины необходимо развести обработку растения фунгицидом другого механизма действия. Лучше всего для этих целей подходят для личных хозяйств фунгициды на основе триазолов. Это фунгициды системного действия. Например, такие препараты, как скор, райок, ракурс, чистоцвет, чистофлор, топаз. Обращаю ваше внимание, что препараты скор, райок и чистоцвет – это препараты на основе одного и того же действующего вещества. Всеми триазольными препаратами необходимо произвести сдвоенную обработку с интервалом 7 дней, и она позволит эффективно контролировать развитие ржавчины на растении. Избавиться от ржавчины обычно чрезвычайно сложно, но вполне можно контролировать эту инфекцию и держать ее на уровне ниже порога вредоносности. Во время вегетации собирают и уничтожают все павшие листья, потому что они являются серьезным источником инфекции. В конце вегетации производят искореняющую обработку растений 3% раствором железного купороса. И такой комплекс защитных мер позволяет эффективно сдерживать развитие ржавчины и, если не избавиться от нее полностью, то держать ее на уровне ниже порога вредоносности. На этом все. Спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим растениям. И подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok